здравствуйте меня зовут грегори марк и сегодня наше видео посвящено как же сдать быть стоматологом в америке поступают многие вопросы через что нужно проходить какие тесты нужно будет сдавать поэтому я вам покажу просто простой метод как найти на это все вопросы вы google или другой какой-то интернет у вас вы делаете америка дендолизации здесь внизу написано что америка дендолизации хом вы нажимаете на мерка дендолизации выходят значит home screen где находится вот веб-сайт и сверху вы видите что есть различная информация которую можете получить и а и бесплатно или и заплачены программы значит сектор начать вторая секция которая находится идикишн киринск видите что нашу борт дендолизации вы нажимаете на него и выходит начать информация для того что нужно будет сделать для того чтобы получить лайсенс в америке видите что находится что нужно будет сделать сдать экзамен парт один или парт два значит два борта и если нажимая на этот скрин вы выходит у вас как раз таки другой другая значит экран где вы можете получить информацию за предыдущие годы которые были борты сданы то есть вопросы и ответы и вы можете под них готовиться значит как вы видите что экземп прорешен материалы холпу информейшин вы нажимаете сюда и вы видите что выходит такое называется онлайн-стор так где вы можете посмотреть на информацию всю которую для андошу чтобы сдать первый борт и второй борт нажимая начать на онлайн-стор вы выходит у вас вот такой вот список что есть нашел борт в принц то есть они в различных видах бывает и вы видите что цена различные то есть если вы участник американской денталисейшин скажем как как врач если вы не участник просто другой страны то значит эта сумма же будет краски 344 доллара как видите есть различные формы зависит от того что что вам нравится и как вы можете готовиться на эту информацию вы можете посмотреть что если вы захотели купить полностью всю информацию то как раз таки здесь внизу написано что если вы возьмете значит балк значит полностью всю информацию такого типа больше десяти айтемов то может заполнить эту форму отправить к ним и вам дадут определительно дискаунт на тот айтем с которого скажем вы хотите купить как это работает значит борды борды они не совместимы с школы то есть вы должны школу закончить то есть любой диплом с любого мира в америке не признается и вы должны пройти через обучение и скажем если вы хотите учиться работать во многих штатах скажем в нью-йорке есть нью-йорк дентал скул где вам где вы можете взять экзамен получить приблизительный лисенс разрешающего на работу в 25 штатах также можете других штатах работать нужно будет вам дополнительный экзамен брать если же вы хотите работать в калифорнии как я это знал не знаю точно сейчас то в калифорнии вы сдаете по 1 год учебы но вы только можете работать в калифорнии после того как вы закончили школу вы сдали экзамены у вас еще ждет экзамен по лайсенсу которая также независимо от вашей школы от ваших бордов конечно нужно все это сдать чтобы получить пойти на эту лайсенс лайсенс обычно скажем дается практические навыки вы сдаете и издаете значит и тоже теоретические навыки и после только этого как вы продаете успешно все эти три этапа вам дают разрешение на на обучить на работу в в америке поэтому то что я сдавал экзамен было больше двадцати чем-то лет так сейчас много конечно поменялись остаются уже экзамены по компьютеру то что когда я раньше делал это было все описано видим первый борт включал себя по моему где-то семь предметов и вопросы разбросаны то есть они идут по по определенному порядку второй борт было 14 по моему предметов нужно было сразу сдавать и большинством это клинические материалы national board 1 значит это большинство basic физиология микробиология остальные дела поэтому раньше давалось проведительно минута на каждый вопрос и поэтому чем хороши вот эти вот вопросы тем что вы можете себя подготовить и понять как это философию вопросов как же в америке при сильно задаются экзамены на что определяется внимание иногда то что в некоторых странах логически ответить на это здесь немножко по-другому потому что немножко другая философия и как я говорил раньше что подготовиться значит к этим материалам у вас возможно что будет может быть повторить какой-то из этих вопросов и поэтому шанс что вы сдадите и получите лучший скоро конечно намного лучше значит в первом по моему борде было по моему 500 вопросов второй борт потом было 750 вопросов сейчас по моему намного меньше улучшилось состояние все это дело меньше скажем нужно будет заниматься опять же basic который скажем нужно будет знать здесь все есть поэтому некоторые учатся и сдают сразу же во время учебы экзамен так я сделал я некоторых школах рекомендуют чтобы вы сдали борды сначала прежде чем вы подали как форнер как зарубежный динтист или у вас есть вопрос есть метод как вы можете начать сначала так поэтому скажем посмотрите на этот веб-сайт вы можете позвонить в американский лсс или послать им имел зависит от той информации которую скажем вы ищите и опять же говорю что есть вы начали заниматься занимайтесь и успешного экзамен спасибо большое за внимание до свидания